Привет, друзья! Я продолжаю разбирать партии необычного турнира Касабланка Чес, в котором гроссмейстерам приходится играть определенные дебютные позиции из сыгранных ранее известных классических партий без предварительной домашней подготовки. И сегодня хочу представить вашему вниманию поединок 15-го чемпиона мира Виша Ананда против египетского гроссмейстера Амина Бассема. Соперники играют с контролем времени 15 плюс 10, стартовая позиция взятая из партии матча на первенство мира среди женщин 1999 года Сэдзюнь Алиса Галлямова. Ну и давайте рассмотрим начальные ходы. На доске была разыграна сицилианская защита. После выхода коней белые захватывают центр. Алиса меняется на поле Д4 и нападает на центральную пешку. Сэдзюнь защищается, конем черный подбирает центральную клетку Е5. И перед нами атака Раузера. Алиса конструирует малый пешечный центр, белые готовят длинную рокировку. И чтобы встретить короля на ферзевом флонге самым подобающим образом, Галлямова играет А6. После трех нулей меняется в центре доски, избавляясь от коня, Сэдзюнь пойти Б5. После взятия хода слон Е7 соперницы поочередно набрасывает пехоту в направлении вражеского короля. Сэдзюнь меняется на поле Ф6 и продвигает пешку вперед. С идеей отколупать спрятавшегося за пехотными бастионами черного короля. Алиса проходит мимо меняться на поле Ф6 и выпускать из вольера разъяренного черного слона белым не очень-то и хочется. Поэтому в нашем поединке Сэдзюнь делает профилактический ход король Б1, черные завершают развитие, берут под контроль поле А4 на случай продвижения Б4. Тем временем королева становится в засаду, угрожая размином на поле Ф6, с последующим ударом на Д5 используя вертикальную связку в том или ином порядке. Галлямова замораживает центр продвижением Ф5. Именно с этой позиции стартовала партия шестого тура Касабланка Чес, Виши Анант Амин Басем. Сильнейшим продолжением здесь является немедленный подрыв Ж4, жертвуя пешку. В случае взятия белый играет А3 и получает за пешку опасную инициативу на королевском флонге, как собственно и было выше указанной партии Сэдзюнь Алиса Галлямова. Но в нашем поединке индийский гроссмейстер сворачивает в сторону, черные набрасывают пехоту на ферзевом флонге, Виши все-таки готовит подрыв Ж4, но только так, чтобы ничего не жертвовать. Амин активизирует, ферзи Анант продвигает пешку вперед, после взятия белый хотят пойти Ф5 и вскрыть позицию черного короля. Поэтому предводитель их армии убегает на ферзевый флонг. Виши Ванантан нападает на пешку, Басем продвигает ее вперед, и взятие на проходе приводит к тому, что черный слон становится слишком опасным. Поэтому в партии индийский гроссмейстер захватывает открытую линию, и черные не могут побороться за данную магистраль, ибо в конце варианта теряют пешку на поле H7, белый получает отдаленную проходную. Учитывая это, в партии египетский гроссмейстер отказывается от хода ладежи 8, и проводит свое наступление на ферзевом флонге. Анант вторгается на седьмую горизонталь, слон убегает на F8, белый жирает пешку. После размина ладей черным необходимо было пойти король B8, освобождая дорогу ладья с достаточной контр-игрой на данном участке доски. Но в партии царицу египетского гроссмейстера, фактически Клеопатру, понесло куда-то не туда. Белый всадник бросается в атаку, отрезая пути отступления, и чтобы не стать задаром пленницей королевского фланга, Клеопатра проглатывает отравленную пешку. Ну раз на то пошло, подумал Вишванатан, фактически Октавиан, «Отведай-ка еще и кобылятины». Вот только в случае взятия белый шахует короля и следующим ходом накрывает его крепким Матильдоном. Так что в партии Минбасэм отказывается от взятия на поле Е6 и забирает пешку ферзем. Но Вишанан также выписывает шах, после отступления короля пробивает на поле F8, и на двадцать седьмом ходу египетский гроссмейстер сдался. Дело в том, что если черный забирает на поле F8, то белый съедает слона, угрожая Матом, а также взятием на поле D5. Ну а в том случае, если слоник убегает на поле C6, то белый спасает лошадь и также получает лишнюю фигуру и абсолютно выигранную позицию. Вот такая, друзья, красивая победа в исполнении пятнадцатого чемпиона мира Вишананда. И если вам она понравилась, подписывайтесь на обновление канала, ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями, потому что шахматы это круто. Субтитры сделал DimaTorzok